Всем привет! В эфире Универ Ньюс. С вами я, Валерия Муратова. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, смотрите сегодня. Державинские чтения продолжают свою работу в КФУ. Круглый стол 15-й Международной научно-практической конференции Державинские чтения прошел на базе КФУ. В КФУ состоялся телеграм-квест, посвященный 215-летию университета. Державинские чтения навсегда вписаны в летопись КФУ и Татарстана, заявила ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова на 15-й Международной научно-практической конференции, которая проходит в Казанском университете. В Казанском федеральном университете проходит 15-я Международная научно-практическая конференция Державинские чтения по теме «Социокультурные и нравственные традиции России как основы развития права и юридического образования 21 века». 18 октября для участников Державинских чтений началось возложение цветов к памятнику выдающегося государственного деятеля Российской империи – символического открытия пленарной части конференции. «Гавриил Роман Державин прогласил правду о основе жизни и бытия человека. И для нас, юристов, это не только как моральный учитель, но еще и первый министр юстиции, который был основоположником многих юридических реформ, которые способствовали формированию в стране независимого сильного суда. Он был борцом с коррупцией не просто на словах, а на деле. В Казань сегодня приехали представители 15 филиалов – Хабаровск, Сочи, Махачкала, Москва, Санкт-Петербург и Калуга, и Тула. Огромное количество, чтобы почтить память и выступить с научными докладами». В императорском зале Казанского университета собрались государственные общественные деятели, ученые-правоведы и юристы практики из разных стран мира. Открытие пленарной части началось с исполнения хоровой капеллы КФУ «Гимна Державинских чтений». Международная научно-практическая конференция «Державинские чтения» – самая крупная конференция Всероссийского государственного университета юстиции. «Для нас, конечно же, очень важно проведение этих конференций на нашей площадке, потому что по всех своих, в том числе и литературных произведениях, Гаврил Романович достаточно много раз упоминал и Казань, и то историческое прошлое, которое описывалось в его произведениях». Сегодня Державин – пример для воспитания современной патриотически настроенной молодежи для студенчества XXI века. Все мы знаем, что профессиональная деятельность юриста подчинена благородной и почетной цели – служению Отечеству, закону и справедливости. Именно в этом виден смысл профессиональной деятельности Гаврила Романовича Державинова, первого министра юстиции России, выдающегося государственного деятеля и замечательного поэта. Ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова, министр образования и науки Республики Татарстан Рафиз Бурганов и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров подписали соглашение об установлении долгосрочных партнерских отношений путем проведения ежегодной международной научно-практической конференции «Державинские чтения» между Всероссийским государственным университетом юстиции, Министерством образования и науки Республики Татарстан и Казанским федеральным университетом. Также в рамках мероприятия состоялось костюмированное представление студентов Всероссийского государственного университета юстиции совместно с Департаментом образования Москвы. Здесь была представлена историческая реконструкция известных судебных процессов. Мы привезли в Казань историческую реконструкцию. Это проект, реализуемый нашим университетом совместно с Департаментом образования города Москвы в рамках проекта «Университетские субботы». Вообще в рамках проекта читаются лекции, проводятся интересные мастер-классы, какие-то практикумы. И вот для Москвы такое ноу-хау именно среди вузов, наша новинка, исторические реконструкции известных судебных процессов. Вот непосредственно здесь мы представляем процесс над Джорданом Бруно, инквизиционные процессы. Студенты из Москвы рассказали о том, как именно создавалась постановка. Сценарий сам этой постановки мы пишем как-то совместно с студентами. Цель мероприятия – помощь студентам о реализации их возможностей, чтобы они осветили какую-либо тему, чтобы для других людей была более понятна эта тема. Таким образом, зрители узнали подробнее, как на самом деле проходил суд великого философа. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюс. Днем ранее в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ прошел круглый стол 15-й международной научно-практической конференции «Державенские чтения». Подробности смотрите далее. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета прошел круглый стол 15-й международной научно-практической конференции «Державенские чтения», Главной темой которой стала эволюция мира и права в условиях технологических революций. Если мы говорим о цивилизации, цивилизационном подходе, есть понятие цивилизационный подход в теории государства и права, который предполагает в противовес формационному подходу более широкое понимание и классификационных оснований, и генезиса развития права государства. В ходе круглого стола обсуждались такие темы, как эффект рози, кинетика и право, цифровое право и сетевая парадигма права, киберправо, цивилизация и вызовы технологических революций, правовое регулирование инноваций дорожного строительства, а также цифровая жизнь и цифровая смерть. Такие большие форумы, они действительно позволяют актуализировать юридическую повестку, узнать, увидеть новые проблемы, посмотреть, кто чем занимается из наших коллег, пообщаться, поделиться теми результатами научных исследований, которые ведутся всеми в течение года. В результате круглого стола были высказаны предложения по дальнейшему развитию нашего общества, государственного устройства и правового регулирования основных направлений их деятельности, защиты прав и свобод граждан. В Казанском федеральном университете прошел телеграм-квест, посвященный 215-летию университета. Более подробно смотрите далее. В Казанском федеральном университете прошел телеграм-квест, посвященный 215-летию КФУ. Участникам конкурса предстояло найти секретные локации на территории Казанского университета, ловить геочат и отвечать на интереснейшие вопросы об истории любимого вуза. Больше всего нам понравился азарт этого всего мероприятия, потому что на первых вопросах, так как они были достаточно простые, команды шли очень плотно и из-за этого дух соперничества появлялся. Но также нам понравился последний вопрос, который заставил нас неплохо подумать. Вот какой-то челлендж такой был. Были очень интересные вопросы, то есть любые эти знания, которые пригодились в ответах, можно было найти в принципе в музеях КФУ, на которых я активно ходила в первом курсе. Было очень интересно освежить какие-то знания, которые я получала раньше. И в принципе нравится то, что в КФУ заканчивало такое количество настолько действительно прославившихся людей. В мероприятии приняли участие более 40 команд, но лишь самые упорные смогли пройти квест до конца. Мне очень понравилось то, что точки были разбросаны по большим окрестностям таким, и то, что нам приходилось реально бегать. То есть команда могла не успеть только из-за того, что не бежала, а шла. Потому что мы когда шли к новым точкам, точнее бежали, некоторые команды просто шли и как бы разговаривали. То есть победа достается к тем, кто реально старается, мне кажется. Поэтому мы когда бегали, мы сразу поняли то, что, наверное, мы выиграем. А все очень круто. Спасибо большое вам за это. Это очень интересно получается то, что изначально сформировалась команда, но буквально за ночь до этого она распалась. И мы собрали буквально, наверное, за 10 часов до начала квеста. Ребята из разных групп, из разных курсов. И, как видите, мы затощили второе место. Все очень понравилось, все очень было здорово. Огромное вам за это спасибо. Проведение на высшем уровне. Первые две команды, которые прошли квест, получили толстовки с фирменной символикой Казанского федерального университета. Другие четыре команды, первые ответившие на все вопросы, поощрительные призы. Мы очень вам благодарны, что вы организовали для нас такую возможность. Мы сплотились, мы подружились, мы узнали друг друга. Спасибо вам большое. Эконом-чемпион! На этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте смотреть за нами в социальных сетях. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok